Здравствуйте! В эфире новости Альмитевска, в студии Елена Морданшина. Смотрите сегодня. Законно ли установлен шлагбаум и почему у санитарки старая швабра? Рейтинг самых популярных обращений жителей в нашем традиционном обзоре народного контроля. Заградили железными предметами, шлагбаумом, тем самым сделали частную парковку на тротуаре. Душевные мотивы, живая музыка и мягкий свет. Любители искусства провели вечер при свечах. Играть тоже сложно, потому что у нас две руки наполняют разные функции же. Свыше 250 заявок оставили альмитевцы в системе народной контроля в ноябре. По одним уже приняты меры, другие пока ждут своего часа в силу разных причин. На что жаловались альмитевцы и какие заявки получили наибольшую поддержку, расскажет наш корреспондент. На протяжении долгого времени в рационе питания детей отсутствуют такие продукты, как рыба, фрукты, овощи. Качество приготовления оставляет желать лучшего. Просим принять меры. Тема продуктов и питания детей в детских садах не теряет актуальности. Заявка пользователя Маргарита, оставленная в сентябре-ноября, занимает первое место в рейтинге. Ее поддержали 16 человек. Женщина жаловалась на перебои с продуктами в одном из детских садов, расположенных по проспекту строителей. Ответ поступил через три дня. Исполком района объясняет, что для организации питания детей проводятся аукционы на поставку продуктов питания по полугодия. А причина отсутствия некоторых продуктов в том, что в связи с большим объемом работы, связанной с заключением контрактов, образовалась кредиторская задолженность перед некоторыми поставщиками. Поставщики ограничили поставки продуктов питания в образовательные учреждения. В период с 7 ноября по 13 ноября 2017 года имел место сбой в поставке. Сахара, фруктов, кроме яблок, мяса. В рамках меню отсутствующие продукты заменялись на другие, равноценные по составу. Например, сахар на кондитерские изделия, фрукты на соки, рыба на творог. В официальном ответе сказано, что сегодня поставки продуктов уйдут в штатном режиме. Сейчас в детских садах в наличии все нужные продукты. К ответу исполнительный комитет приложил фотографии накладной, а также фруктов и овощей. Следующая популярная жалоба – неправильная установка наружной рекламы по улице Советской. Неравнодушный житель пишет. Сегодня приезжали гости с другого города, и мне было очень стыдно услышать, что наш город похож на деревню. Такой красивый, чистый, обустроенный город, а на центральной улице стоит памятник с рекламой, как в колхозе. Стоит уже третий год. Ужас, прошу принять меры. Под памятником пользователь имеет в виду старую советскую четверку, а на ней реклама станции технического обслуживания. Заявку поддержали 14 человек. Ответ на это заявление пришел также через три дня. Раритет убрали и в качестве доказательства приложили фотографию места, но уже без автомобиля. Еще одна жалоба в числе популярных от Анонима. У него претензия к территории банка по улице Ленина. Он пишет. Заградили железными предметами, шлагбаумом, тем самым сделали частную парковку на тротуаре. Заявку поддержали 10 человек. На нее ответили мотивированным отказом. Территория, прилегающая к банку Дивон Кредит, была отведена под парковку в 1997 году при сдаче объекта в эксплуатацию. Доступ для движения пешеходов по данной территории шлагбаум не ограничивает. Также в ответе сообщается, что даже при закрытом шлагбауме одновременно может проходить три взрослых человека. И в подтверждение приложена фотография. Кроме того, в числе популярных жалоб – традиционный ремонт дорог и отсутствие освещения. Как и в прошлом месяце, у жителей есть претензии к учреждениям здравоохранения. Например, старая входная группа молочной кухни не только выглядит неприглядно, но и опасно, пишет Алия. А в обновленной детской поликлинике не работает лифт. Другой пользователь беспокоится о санитарках медсанчасти. Он пишет, что женщина приходится пользоваться старыми швабрами, что не очень удобно. Заявку поддержали 13 человек. Министерство здравоохранения ответило, что сами уборщики помещения не жаловались. Все они обеспечены необходимым инвентарем. Полина Сураева, Альберт Басюня, Альметиск ТВ. К другой теме. Нынешнее поколение не может представить себя без смартфонов и компьютеров. Один маленький телефон или ноутбук могут содержать в себе множество информации и функций. Новости общения в социальных сетях и мессенджерах, просмотр фильмов. У кого-то экран гаджетов заменяет рабочий стол офисного менеджера. Что необходимо IT-сообществу в Альметиске? Чего не хватает для развития программирования? Эти вопросы волновали участников встречи, посвященной развитию сферы информационных технологий в регионе. Несмотря на юный возраст, у ученицы 6-го класса Эвелина Мазитовой уже есть свой проект, который помогает школьникам готовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Свой сайт Эвелина придумала сама. Любовь к русскому языку подтолкнула ее к такой идее. Мой проект называется «Русмик». Это сервис для изучения русского языка и подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по-русскому. Сейчас мне помогают представители Казанского IT-парка. Я буквально две недели назад там была, и мы договорились о сотрудничестве. И теперь мы будем вместе разрабатывать сайт. То есть они будут мне помогать именно в разработке и написании кода. Эвелина Мазитова пришла в технопарк «Кванториум», где снова собрались специалисты в IT-сфере. Это и представители предприятий, и студенты, и школьники. Все они в той или иной степени занимаются информационными технологиями. Поднимите большую часть. То есть умеет реально программировать. Чтобы шагать в ногу со временем, а в чем-то даже опережать его, в сфере IT в Альметьевске нужен прорыв. Тему встречи точно сформулировал глава района Айрат Хайрулин. Что нужно сделать, чтобы наше IT-сообщество развивалось? Ответ на свой вопрос он надеялся услышать от участников. И предложения не замедлили прозвучать. Приглашать с IT-парка, может быть, раз в квартал, раз в месяц, квалифицированных людей, которые могут выслушать, которые могут быть менторами, организовать, посоветовать. Потому что у нас очень много молодежи. Очень много молодежи, которая имеет много различных идей. И просто им надо помочь, и каким-то образом встретить, и направить. Идеи, которые можно было бы реализовать в различных направлениях IT-сферы, было озвучено несколько. В том числе и популярный в последнее время блокчейн. Рамиль Бурханов предложил организовать в Альметьевске проведение рабочих собраний с участием экспертов в области блокчейна для формирования более полного представления о специфике данной технологии, а также понимание механизмов взаимодействия между ее коммерческой и технической составляющими. Рамиль, вот очень суперские предложения. Я так ждал, думаю, почему никто не говорит. Результаты нашей работы будут, что мы постараемся ряд направлений разбить. Мы говорим, блокчейн. Рамиль более-менее в этом плане забирает. Вы будете, условно говоря, моим внештатным советником, по блокчейну, и говорите, Арат Ринатович, а я в условии понимать, что вы лучше в этом меня разбираетесь однозначно, потому что в этой теме варитесь. Вам это интересно, я вам доверяю. Глава района пообещал авторам идеи не только моральную поддержку, но и реальную помощь в осуществлении задуманного. Ведь чтобы реализовать прорывные проекты, нужна и материальная база. Кто-то, если я был внимательным, обратил внимание, что рядом пустуют соседствующие здания, там полторы тысячи подробных метров, которые мы хотим сейчас, с него начать сделать площадку для, так называемый, так будем называть, бизнес-инкубатор. По окончанию собрания глава предложил IT-предприятиям региона сформировать и направить в его адрес список кандидатур для включения в состав сообщества экспертов. Это объединение впоследствии станет интеллектуальной базой для развития информационных технологий в Альмитиске. Людмила Воронина, Евгений Макитрук, Виталий Надымов, Альмитиск ТВ К происшествиям о дорожной аварии сообщает отдел ГИБДД. 7 декабря примерно в 10 часов на автодороге Казань-Оренбург столкнулись УАЗ «Хантер» с КамАЗом. Водитель УАЗа не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Пострадал пассажир УАЗа, который находился на переднем сидении. Его доставили в медсанчасть. Приятные новости от Альмитиского ЗАГСа. За три осенних месяца специалисты управления зарегистрировали рождение 721 малыша. 388 из них мальчики, девочек же 333. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих дочерей, это Талия, Лада, Эльзара, Марьяна, Виталина, Паулина, Дениза, Мира, Элея, Марта, Сатья. Мужские имена Мурат, Йосиф, Микаэль, Ярумир, Гордей, Эмран, Лука, Демид, Ефим, Елисей, Анур, Демьян, Осман. За сентябрь, октябрь и ноябрь в управлении ЗАГС зарегистрировано 328 бракосочетаний. Напомним, в декабре органы ЗАГСа отметят 100 летие со дня образования. По традиции, в первый четверг месяца в картинной галерее Альметьевской любителей искусства собрала арт-гостиная. В этом году в ее рамках прошли вечера, посвященные природе и экологии, творчеству Раиса Нагимова и классическим произведениям. О том, как прошел последний в этом году вечер искусства и творчества в нашем материале. Приглушенный свет и атмосфера таинственности. Вечер при свечах, так называлась последняя в этом году арт-гостиная. И началась она с дуэта баянов, которые исполнили студентки музыкального колледжа Леосян Ямалиева и Зиля Киямова. Чтобы добиться максимальной сыгранности, девушки репетировали не один вечер. Ну и играть тоже сложно, потому что у нас две руки наполняют разные функции же. Здесь, например, одно играет, а здесь другое. В дуэте играть очень сложно, потому что надо одновременно вместе играть. Слушать друг друга. Да, надо обязательно слушать друг друга. Без этого вообще никак. В зимний декабрьский вечер ценители прекрасного наслаждались в первую очередь вокалом. Звучали романцы Чайковского, Рахманинова, Гурилева и, конечно, татарских композиторов Рустема Яхина и Васима Ахмедшина. Почему именно вечер при свечах? А потому что свеча – это символ света и духовности, который каждый раз наполняет души зрителей. В очередной раз в гостиной приняли участие студенты политехнического техникума. Ребята прочитали диалог Есенина и Северянина. А есть ты дел чудесный? Тебя пленит такой удел? Конечно. Ныне стал ты ходкий. Тебя безграмотный запел, накачанный паленой водкой. Не забыли и приближающийся праздник. В зал картины галереи уже украшает яркая елочка. А каждый гость арт-гостины получил елочный шарик с предсказанием. Шарик, но вызывает улыбку. А что еще нужно на канун Нового года? Я хочу, чтобы мы все завершили 17-й год с улыбкой, с такой же улыбкой встретили следующий. Надеюсь, он будет еще более счастливый, чем этот. Я все-таки считаю, что он все-таки был счастливый. Это же зависит от того, как мы с вами на это посмотрим. Поэтому у меня пожелания всем. Дай Бог здоровья и счастья. Зарина Нурулина, Альберт Батюня, Альмитиск ТВ. И о спортивных событиях. Альмитисская гимнастка Замира Рамазанова успешно выступила на международном турнире в Дубае. Замира заняла третье место на соревнованиях по художественной гимнастике. Всего в турнире принимают участие 286 спортсменов из 21 страны мира. Продолжается седьмая спартакиада, третий возраст, которая стартовала в сентябре. В течение года пенсионеры Альмитисского района соревнуются в различных видах спорта. Впервые в рамках спартакиада проводится командный турнир по волейболу. Девять команд, ветеранов предприятий и организаций боролись за победу. За спортивными баталиями наблюдала наша съемочная группа. Точный и сильный удар и мяч летит на половину противника. На волейбольной площадке спортсмены, которых пожилыми можно назвать только формально. В действительности же это бодрая и активная мудрая молодежь. Идея провести соревнования в командном виде спорта зрел у организаторов спартакиады уже давно. Пенсионеры поддержали ее с большим удовольствием. Волейбол это все-таки такая коллективная игра. Там масса эмоций. Все это дополняет их жизнь. Они вот сегодня встретились, все обнимаются перед играми, все друг друга знают. И это очень отрадно. Первый турнир по волейболу среди ветеранов был посвящен Анатолию Павловичу Никифоркину. Человеку, который был активным общественником, сторонником здорового образа жизни и большим любителем этого вида спорта. Мастерство, конечно, уступает профессиональному. Но куда более важны задор и энергия на площадке. И вот завершилась первая игра. Счет 2-0 в пользу команды ветеранов НГДУ «Нимашнефть». Как у вас первая игра прошла сейчас? Нормально. Много ошибок. Очень плохо играли. Но лучше, чем они выиграли. Волнительно было. Волновались. Так-то после уже к концу как бы собрались. Вначале вот как бы страх какой-то был. А играть легко было. Не отстают от нефтяников и ветеранов правоохранительных органов. Команда отдела МВД свою первую партию тоже завершила со счетом 2-0. По словам капитана команды Рашида Ярмиева, выиграть им помогла слаженность и регулярные тренировки. Два раза в неделю занимаются где-то 16-17 человек. Две команды и играем на вылет. Вот этот турнир, когда начнут действовать, давно ожидал в душе. Потому что все виды практически среди ветеранских организаций, они есть. Спартакеды включены. А вот волейбол, к сожалению, до сегодняшнего дня не было. Это мы с удовольствием приняли. И наши ветераны, я думаю, и другие ветеранские организации. Потому что волейбол это такая прекрасная игра. Но это не единственное нововведение, которое ожидает пенсионеров Альметьевска. С Нового года в городе появится велосипедный клуб «Колесо», направленный на популяризацию велоспорта среди представителей старшего поколения. Велосипедный спорт у нас будет развиваться, велодвижение. И вот все составы, волейболисты вошли в этот клуб. Мы планируем также провести и пляжный волейбол. Пляжный волейбол. Этот турнир тоже будет традиционный у нас. И он тоже войдет за счет спартакеды. То есть мы делаем жизнь как бы разнообразной. Дальше в рамках спартакеды пройдут соревнования по настольному теннису, шахматам, плаванию, скандинавской ходьбе и легкой атлетике. В мае состоятся республиканские соревнования, в которых примет участие сборная района. Зарина Нурулина, Виталий Надымов, Альметьевск ТВ. Пришло время рассказать о погоде на выходные. В субботу в Альметьевске сохранится пасмурная погода с небольшим снегом. Ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ночью минус 11, днем минус 9. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. В воскресенье будет облачно с прояснениями. Ожидается первые серьезные морозы. Температура воздуха ночью 12 градусов, днем 15. Атмосферное давление 756 мм. Если у вас есть вопрос, предложение, жалобы или хорошее известие, либо вы стали очевидцем чего-то важного и интересного, пишите нам по номеру, который указан на ваших экранах. Отправляйте фото и видео через приложения WhatsApp, Telegram и Viber. У нас на этом все. Эфир продолжит программу поздравлений от всей души. Я с вами прощаюсь. До новых встреч на нашем канале.